Творческая встреча с авторами в Центральной библиотеке. Юных читателей интересует, как и почему появилась книга. Во-первых, у нас тоже есть детишки. Да, двое детишек. И нам хотелось бы просто рассказать вот эту историю и для них, и для всех детишек, которые интересуются древней историей вашего города. До какого-то времени мы собирали сначала в память все истории, которые там у нас были, и хотелось бы их когда-то переложить на эту книгу. А потом в один прекрасный момент, не так давно, но мы почувствовали, что если дальше мы не будем записывать, мы начнем забывать. Старшие дочери Татьяны и Максима Будановых 14 лет, младшие 5. Они приехали в Анапу на Новый год и думали, куда можно пойти всей семьей. Музей Горгипия оказался в списке достопримечательностей. Впечатлений хватило, чтобы уже в мае этого года появилась книга. Ее герои Пересад, племянник Воспорского царя, и Геркулат, сын жителя Горгипии. Случайно познакомившись, они отправляются на поиски сокровищ. Авторов консультировали анапские ученые. Отсюда, с агонистического каталога, брались семена жителей. Это список победителей гермейских игр, которые проходили здесь же. Пересад – историческая личность, один из царей. Бывал ли он в юности в Горгипии – неизвестно, но книга все-таки художественная. Хотя, прочитав ее, можно представить то, какой была жизнь в 4 веке нашей эры там, где сейчас находится Анапа. Самое интересное, что сейчас для детей очень мало исторических книг пишется. Какие-то приключения, детские детективы, понимаете? А ребенок должен прикоснуться к истории, тем более античной истории и нашей страны. Поэтому это будет очень интересное чтение для наших детей. Галина Кривошеева – творческий псевдоним Межерова, поэтесса и художница. Переехала в Анапу 6 лет назад из Омска. Работает в детской библиотеке и всем рекомендует новую книгу. На картине, которую она решила нарисовать в детском саду, куда ходил ее внук, юноша в греческой тоге и его современный сверстник. Горгипия – невидимая взгляду, что гавани пришедшим кораблям. Ты вкус свина и сладость винограда, моя обетованная земля. Здесь древних городов немолчный говор. Звучит прибой на разных языках. Анапа – современный южный город. Останется в Горгипии в веках. Несколько книг передали в детский сад. Также спели новую песню. Музыку и слова написала московская поэтесса, знакомая с авторами книги. «Кораблю попутный ветер, быстрое течение, ожидания и встречи ждут нас приключения». Они мне подарили эту книгу. Я ее, конечно, прочла. И на второй день я звоню и говорю, «Танечка, написала песню. Не могу, просто просится. Пока тиражи у книги небольшие. Недавно вышло второе издание. Приключения пересада» есть на сайте авторов в электронном виде. Скоро запишут аудиокнигу. Уже почти готова следующая история про двух друзей. Авторы не исключают, что их приключения будут продолжаться и дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!